Только дальше чуть-чуть покажу примеры хороших логотипов и плохих. Второе – это ясность коммуникации. Какое послание передает сайт. В целом, если раньше сайт трактовался как некая визитная карточка, что если сайта нет, то мы не существуем, то все-таки сейчас мысль о сайтах немножко продвинулась вглубь. Все-таки это не просто визитная карточка, а какой-то инструмент, который либо полностью является интегрированным в деятельность некоммерческой организации, то есть является ее ключевым инструментом изменений. Если помните, что некоммерческие организации не существуют просто так. Они существуют, чтобы что-то менять, чтобы что-то исправлять, чтобы что-то спасать и тинить. Поэтому сайт им должен в этом помогать. И насколько ясно формулируются действия, которые, собственно, ожидаются от читателя. А сайт, опять же, это элемент, это интерфейс взаимодействия между организацией и читателем или читательницей. То есть это какая-то вот такая вот докладка между организацией и любым другим человеком. Как правило, чтобы это хорошо работало, вам нужно, чтобы там была четкая выстроена коммуникация. Что может человек сделать на этом сайте? Что от него ожидается? Какую боль он или она снимут на этом сайте? Потому что очень часто некоммерческие организации их сайта, например, помогают непосредственно благополучателям. Вот, что они снимают какую-то боль. Я чуть позже покажу, что я имею в виду. Третий пункт, помимо коммуникации, это визуальный ряд. Нужно следить за тем, чтобы у вас все было эстетически выдержано и хорошо подобрано. А визуальный ряд – это чрезвычайная важная вещь. Сайт – это медиаинструмент. И, соответственно, эстетика чрезвычайно важна. Если вы думаете, что вы просто программист, ну, я вам советую все-таки немножко развивать свой художественный вкус. Не бойтесь. Это, в общем, многие люди развивают его всю жизнь. Вот, это такая вещь, которую никогда не знаете, когда вы откроете для себя новые горизонты. Но это нужно сразу установить как некий ориентир. Вот. Четвертое. Это продолжение пункта номер два – призыв к действию. Какое действие вы ожидаете получить от читателя? Какое действие ожидает получить организация от читателя? Ну, расскажем, какие и бывают у нас призывы к действию. Это, во-первых, связаться. Во-вторых, пожертвовать. В-третьих, вступить в волонтеры. В-четвертое – сделать какое-то необычное действие. Вот. И это вопрос вашей фантазии. И пытайтесь привести, что у вас каждый раздел сайта, он приводит к этому самому главному действию на сайте. Помимо этого, у нас есть также условно-технические, условно-формальные требования, но они также очень важны. Есть такое понятие, как прозрачность организации. Потому что некоммерческие организации – это у нас организации общественные. То есть они не просто коммерческие, частные и так далее. Они несут какую-то важную общественную функцию. И, следовательно, к ним предъявляются дополнительные общественные требования. В частности, требования по их прозрачности. Что эти организации делают? Кто им платит? Кто ими руководит? В каких они отношениях с другими, скажем так, акторами общества? Если мы говорим о благотворительных организациях, соответственно, на что они тратят средства, которые собирают, какой у них УГРН, какие у них банковские и всякие юридические детали. Все это должно быть. Мало того, за нас это уже сделали. Есть уже стандарты по прозрачности сайтов некоммерческих организаций. И вам хорошо бы их знать. Потому что, может быть, сами некоммерческие организации о них не слышали. А вы им придете и скажете. Но при этом нужно тоже понимать, что стандарты – это некая абстракция. Стандарты придумывают люди, которые их пишут. На основе каких-то своих лучших идеалов об обществе. В некоторых случаях стандарты нельзя достичь. Но, по крайней мере, можно к ним стремиться как к путеводной звезде. Поэтому, создавая сайтов некоммерческой организации, поглядывайте на эти стандарты, на эти требования, которые есть. И старайтесь толкать организацию в эту сторону. Потому что, в конце концов, организация скажет вам спасибо, что вы сделали ее сайт не просто красивым или оптимизированным, а в том числе с сущностной точки зрения, более понятным и доступным человеку. Дальше. У нас есть еще три пункта, чрезвычайно важные. Первое – это отображение в поисковиках и социальных сетях. И это понятно так. Елена спрашивает. Устав на сайте благотворительного фонда, с вашей точки зрения, обязательно? Да, я абсолютно с этим соглашусь. Я считаю, что, конечно, нужно устав, особенно если это благотворительный фонд, публиковать. Конечно, абсолютно уверен в этом. И, мало того, руководящий состав, вот это вот все, все эти финансовые отчеты, годовые отчеты, тоже это чрезвычайно необходимо. Потому что некоммерческие организации являются институтами общественного доверия. Потому что не случайно к некоммерческим организациям низкое доверие, потому что, особенно в условиях какой-то пропаганды, когда кто-нибудь, например, хочет объявить некоммерческую организацию, что они агенты, шпионы и так далее. Единственный способ от этого защищаться – это с помощью прозрачности. Или кто-то там критикует благотворительный фонд в хищениях или еще в том-то. Только показывая полную прозрачность, мы застрахованы от таких вещей. Так вот, к пункту 6 приходим. Отображение в поисковых сетях, поисковиках и социальных сетях. Потому что мы делаем этот коммуникативный инструмент не просто так. Это не какой-то абстрактный сайт. Это сайт, который люди, а, должны находить в социальных сетях, точнее в поисковых, в поисковиках, и который должен хорошо шериться в социальных сетях. Что вы не просто сделаете нам. Это должен быть готовый инструмент. Вы должны ввести его название и найти их в Яндексе или в Гугле. И также, точно так же, вы должны кинуть ссылку во ВКонтакте или в Фейсбуке и увидеть, что он у вас хорошо, красиво отображается. Потому что если вы этого не сделаете, тогда будет грош цена вашим усилиям. То есть вы все там работали, работали, работали. А важных элементов, за которые отвечает взаимодействие с другими внешними людьми, вы этого не доделали. И получается, вы обесценили свою работу. Еще что важно. Аналитика. Возьмите себе за правило, что если вы создаете сайт, вы сразу по умолчанию ставите аналитику. Потому что без аналитики невозможно вести какую-то рефлексию, какое-то вообще понимание того, что происходит с пользователями и с сайтами. Наконец, восьмой. И здесь, наверное, дойдут до этого только более продвинутые программисты. Это вопрос скорости и оптимизации. Но об этом я расскажу чуть позже. Итак, по поводу логотипа бренда. Вот это пример хорошего логотипа. Это совсем начинающий проект. Притом я буду показывать соснательно те проекты. На создание каких-то элементов не ушло много денег. Вот этот логотип, скорее всего, был бесплатный. Посмотрите, в каком он контексте поставлен. Это проект некоммерческий, который поддерживает художников с ментальными нарушениями. Которые содержатся в психонегифрологических интернатах. И это предполагает, что здесь действительно работа происходит с художниками в какой-то некой арт-среде. И логотип поставлен в необычное место, но он использует качество контекста. То есть это похоже на подпись художника, но при этом это заметно. И если мы смотримся, вернемся, то мы увидим два лица. Или рыбу, или еще что-то. Но так или иначе, во-первых, это заметно, это остроумно. И это, в принципе, явно по этому логотипу можно потом определять. Или запомнить, что вот кто-то придумал логотип, который похож на подпись художников. И при этом там ничего, два лица. Плохой логотип. Я вот консультирую совершенно прекрасный фонд, который помогает родителям погибших военнослужащих отстоять свое право на компенсацию и на справедливость. Они, соответственно, военнослужащие гибнут от дедовщины, от еще каких-то причин. И фонд права матери, собственно, им помогает. У них, к сожалению, очень неправильный логотип. И я им это постоянно говорю. Они говорят, ну как же так, нам сделали его какие-то там известные дизайнеры. Я говорю, ну а вы уменьшите этот логотип. Так. Коллеги, у кого звук теряется? Да. Коллеги, поставьте плюсик или минус, если у вас есть проблемы со звуком. Хорошо. Елена, тогда, судя по всему, это только вопрос у вас. Вот. Тогда так. И вот смотрите, если вы уменьшаете этот логотип, то здесь сразу возникает вопрос, да, вот по поводу того, что вообще это невозможно понять. Во-первых, там дублируется название и символ основной. Да, там женщина, держащая на руках ребенка, там еще право матери, а потом еще раз написано право матери, да. Ну вот. Это, конечно, далеко не самый лучший способ создавать логотипы. Ну вот, поэтому, несмотря на то, что бренд есть, все знают этот фонд как очень важный, да, реализующий важную миссию. Но вот визуально это, в общем, никак не вытянуто. Ясность коммуникации. Подумайте и спросите у организации, да, что вам нужно сделать. Если вам нужно рассказать о сайте, тогда у вас основная боль, да, это люди, которые приходят просто на сайте, им нужно быстро въехать, можно этому сайту доверять, точнее этой организации, или нельзя. Например, это вот очень часто встречается в случае, там, организации, да, которые просто себе делают так называемые сайты-визитки. Но даже в этом случае есть боль, да, то есть человек не может понять, можно ли оказать этому доверие или нет. Тогда функция сайта основная – это предоставить как можно больше информации для этого доверия. Так, ну теперь у Александра подвисло. Итак, коллеги, у кого еще есть проблемы со связью? Так. Хорошо. Коллеги, если что, сигнализируйте. Саша, скажи мне, как только у тебя там это перестанет подвисать. Вот. И пойдем дальше. И во многом, если вы делаете сайт, который уже ранее был создан, то вам может помочь очень сильно, очень сильно уже предыдущая статистика. Вот я, например, недавно консультировал сайт волонтер.ру. Вот. Это прекрасный сайт, у них приходит к ним в год около 100 тысяч человек. Вот. И они говорят, ну вообще мы собирались делать сайт одновременно и для волонтеров, и для организаций, которые могут предоставлять свои вакансии. Вот. Я посмотрел их статистику. И что же вы думаете? Оказывается, что на самом деле приходят на этот сайт только волонтеры. То есть необходимости делать функционал для некоммерческих организаций, этой необходимости просто нет. И то, что вот я им посоветовал, да, и самое главное, то, что они приходят и заходят в основном только на вакансии для волонтеров. Вот. На все остальное просто не заходят. Я им говорю, ну тогда просто минимизируйте, сделайте максимально ясным и понятным путь к реализации самой основной задачи. А самая основная задача у волонтера.ру, как можно понять, это стать волонтером. Вот. Поэтому не нужны новости, ничего. Человек просто хочет зайти, кликнуть и стать волонтером. Я, конечно, понимаю, что некоторые вещи упростить нельзя. И мы должны с этим смириться, да, что мы иногда можем вот в нашем дизайнерском, программистском порыве иногда просто смириться с неудачей. Какие-то вещи слишком сложны, чтобы их вот просто взять и удалить, да. Но мы можем максимально приблизиться к идеалу простоты. Визуальный ряд. Это тоже частая проблема сайтов, частая проблема плохих сайтов. Потому что в бой идет клип-арт. Да, в бой идут плохие фотографии, ненастоящие фотографии, фотографии плохого качества, иллюстрации, украденные из других сайтов. В общем, ну, просто спросите меня, да, что там может произойти не так. И, скорее всего, все не так и произойдет. Поэтому вам нужно все-таки с этим бороться, да. И первое, да, помните об авторских правах. Не воруйте чужие фотографии. Помните о качестве, да, потому что сейчас с одной стороны экраны увеличиваются, с другой стороны уменьшаются. То есть вам с одной стороны нужно хорошо обработать фотографии, с другой стороны, чтобы они меньше весили, с другой стороны, чтобы они хорошо показывались на больших экранах. Вот, и здесь, на самом деле, по поводу обработки, оптимизации изображений тоже есть много всего. Но я хочу тоже показать такой пример. Да, вот здесь вот у нас Екатеринбургская организация. У них нет ресурсов, да, то есть там минимум ресурсов. Но, взгляните, вот, они взяли, показали три улыбающихся лица. И, мало того, они сделали не просто три улыбающихся лица. Вот, они это сделали специально, ориентируясь на свою целевую аудиторию. Вот, это сотрудники детских домов, да, это организация, которая помогает сиротам получить соответствующее медицинское обслуживание, да, на которое иногда не хватает денег. Вот, и они определили, что наша целевая аудитория, это им просто потому, что они просто их каждый день видят. Вот, и они примерно подходят по возрасту и в целом по визуальной культуре. Вот, и они, вот, первое, что видит человек, да, это их улыбающаяся фотография. Когда человек, то есть сотрудники детских домов, которые сюда зайдут, они поймут, о, ну, там, типа, наши люди, там, им можно доверять. Вот, с ними все здесь понятно, и вот какие-то, вот, они улыбаются. Наверное, они не какие-то, там, злоумышленники или, там, не какие-то, там, злодеи. Вот, вот, я, наверное, сейчас им возьму позвонить, да. Вот, то есть, вам очень важно, чтобы присутствовали люди. Вот, и чтобы тоже здесь, ну, как бы найти хорошую или сделать хорошую фотографию, не составляет большого труда, если этим заняться. Вот, поэтому, как создатели сайтов, ставьте все-таки требования, да, чтобы, даже если вы в разных городах находитесь, чтобы сделать нормальную фотографию, да, ее нужно будет, понятное дело, кадрировать, потому что форм-фактор у сайтов, он сейчас такой, что это, там, в лучшем случае 16 на 9, тоже вам нужно понять, что у сайтов и у, и у вообще фотографий, которые идут на экраны сайтов, тоже особенная геометрия, но это не невозможная вещь, и это значительно лучше выглядит, чем какие-то совершенно стоковые фотографии, какие-то несуществующие дети, вот, какие-то, соответственно, странные рисунки, да, человеческое лицо играет всегда лучше всех. И там не только, видите, человеческое лицо, там еще какое-то это все происходит в движении, вот, есть какой-то динамизм, вот, есть эмоция. Если что, мы для вас подготовили здесь целый, целый тип материалов, вот, по поводу фотографий и иллюстраций. Пожалуйста, ими воспользуйтесь. Test.ru, Tag.photo. Вот, по поводу того же, как, вот, собственно, у вас, как у волонтеров, да, программистов, вот, процесс самообучения, вот, максимально используйте создание какого-то нового материала именно для процесса самообучения, да, чтобы прыгнуть выше головы. Вот. Визуальный ряд, значит, повторюсь. Настоящие фото. Попробуйте использовать фильтры, чтобы сделать фотографии более эффектными. Сейчас полно всяких редакторов, которые накладывают фильтры. в Инстаграм пропустите, вот, здесь этого полно. Старайтесь использовать людей, которые находятся в движении, и которые при этом не стоят спиной, и не стоят тоже, как солдатики оловянные на какой-нибудь конференции, да? Хорошо. Вот. Еще важный аспект визуального ряда – это цветовая гамма. И она должна быть гармоничной, да, то есть у нас должен быть один доминантный цвет, у нас должно быть несколько дополняющих цветов. Эти цвета у нас должны быть в гармонии с друг с другом. И здесь есть полно всяких приложений, которые просто уже там вам гармонично подбирают цвета. Есть сайты, вот, как, например, coloradoop.com, где уже есть заготовленные гаммы. Ну, вот, понятное дело, что вы, как, там, создатель сайта или как создательница сайта, всегда, собственно, можно, это, опять же, только такие какие-то вам рекомендации, и последнее слово всегда за вами, да, и особенно вообще говорят, что, как бы, самые лучшие художники, в принципе, большую часть дороги своего креативного пути следуют правилам, а потом в самом конце чего-то нарушают по мелочам, вот, чтобы, в общем, показать свою индивидуальность, вот, индивидуальный стиль. Вот, поэтому, но для начала, если вы не чувствуете в себе уверенности, можете просто идти вот по этим, соответственно, законам составления цветовой гаммы. И тоже не пытайтесь запихнуть как можно больше цветов, да, самое ужасное, это когда у нас там есть желтый, зеленый, красный, потом подчеркнуто, потом жирным, вот, а потом еще много восклицательных знаков, и все это капслоком, да, наверное, так не стоит сделать. Да, вот, одно из десяти правил самого влиятельного дизайнера в 20 веке, Дитера Рамса, вот, гласит, меньше это больше. Призыв к действию, да, призыв к действию, он должен проходить красной линией через весь сайт, да, он должен у вас появляться после тех, после истории успеха, он должен появляться у вас после информации о проекте, после новостей, да, вот, например, у нас есть сайт, один из тоже отличных сайтов, абсолютный лидер в дизайне некоммерческих организаций, сайт «Такие дела», да, и они сделали призыв к действию, да, помочь, это собирающая организация, это благотворительная организация, проходящая, просто он, просто прилип к подвалу вашего экрана, да, да, вы никуда не можете от него деться, вот, и это очень правильно, потому что, собственно, их бизнес-модель основывается на том, что они рассказывают важные истории и задевают вас, да, и дальше, то, что называется, подсекают. Вы почувствовали что-то, вы хотите помочь герою или героине истории, и вот, пожалуйста, самая простая возможность, да, потому что вот она, красная кнопка с простым словом «помочь». Вот, и это типичный сбор пожертвований, но кроме того, у вас могут быть вполне, там, куча других призывов к действию. Это узнать нас ближе, да, понять, прочитать всю нашу статистику, да, связаться с нами, прийти на наши мероприятия, скачать наш важный отчет о чем-то, да. Вам нужно понять в интервью, поговорите с некоммерческой организацией, что же вы хотите от вашего сайта, что для вас самое главное, вот, вот, самое главное, не то, что вы хотите на сайте показать, они вам скажут, ну, вот наш устав, нашу миссию, вот, и так далее. А вы говорите, нет, для чего вы существуете, чего вы изменить хотите, а? Вот, и уже от этого создавайте, соответственно, призыв к действию. Прозрачность. Вот здесь вот я хотел бы, даю тоже ссылку, мы пришлем эту презентацию, а вы можете, тем более, мало того, скачать эту презентацию. Вот Transparency в 2016 году опубликовала параметры, по которым они оценивали прозрачность сайтов некоммерческих организаций. Здесь, на самом деле, есть прекрасный набор того, что должно на сайте быть. Да, если вы когда-то задумывались, что там должно быть, да, что можно посоветовать, вот, пожалуйста, идите, просто скопируйте и говорите, слушайте, вот у вас здесь нет каких-то пунктов, их хорошо бы иметь. Дальше. Скорость и оптимизация. Здесь я очень советую, ой, это у меня здесь, прошу прощения, это на самом деле отображение в Фейсбуке и в социальных сетях. В общем, это тоже важный элемент. Как только вы создали ваш сайт, и я чуть позже расскажу, собственно, мы придем к этому моменту, да, зайдите на инструмент, который называется Facebook Debug, вот, и введите туда сайт и нажмите «Отладка», и вы увидите, как выглядит ваш сайт в социальных сетях, так чтобы вы не пустили это постоянно в своем профиле, так чтобы люди от вас стали бы отписываться. Вот, фейсбучный дебаг работает одинаково хорошо, как для самого Фейсбука, так и для ВКонтакте. Вторая вещь, где вам стоит, соответственно, зарегистрироваться, это Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. Это чтобы вам эти сервисы сразу показали, что есть ли у вас какие-то косяки с оптимизацией в поисковых, в поисковиках или нет, да, можно ли найти ваш сайт или нет. Я здесь даже не говорю про какую-то поисковую оптимизацию, да, это просто минимум, который нужно сделать. Наконец, аналитика. Это просто вот вам нужно пройтись и поставить либо Яндекс.Метрику, либо Google Аналитику, и вот я лично советую Google Аналитику ставить, потому что туда к ней можно поставить еще Google Tag Manager, который вам даст возможность отслеживать практически все, да, кликает ли человек какую-то ссылку, переходит ли он на определенную страницу, соответственно, такие вещи, они включают ли или выключают видео. У Google Аналитики есть Академия Google Аналитики, если вы не понимаете, как интерпретировать или анализировать результаты, я всячески советую вам просмотреть для любого человека, который связан каким-то образом с веб-дизайном, да, это реально важный навык и который приносит очень хорошие деньги вообще, потому что, особенно в бизнесе, все хотят поанализировать, да, и увеличивать свои продажи. Вот, у некоммерческих организаций задачи увеличения именно продаж нет, но в реализации главных основных функций сайта эти задачи стоят точно так же. Скорость. Я очень советую вам пропустить, как только вы сделали свой сайт, пропустить через аудит, который называется Google Lighthouse. Это сайт, это сервис, приложение к браузеру Chrome, который анализирует, собственно, насколько у вас быстродейственный сайт. Почему? Потому что, если ваш сайт медленный, это значит, что люди на него не будут заходить. У вас будут отбои, у вас будут люди уходить. И это значит, что некоммерческая организация будет терять своих посетителей просто из-за того, что сайт медленный. И вот, мало того, что чтение того, что же там у вас с сайтом не так, поможет вам понять вообще какие-то новые темы по поводу оптимизации. Что тоже, если вы собираетесь идти по IT, по IT карьере вверх, а это очень хорошая карьера, может вам принести в будущем весьма стабильный и хороший доход. Еще чрезвычайно важный момент. Тестируйте с целевой аудиторией. И звучит это следующим образом. Вам некоммерческая организация говорит, ну вот на самом деле мы хотим вот такой вот сайт, а еще у нас там директор хочет вот так, он хочет, чтобы зеленая кнопка была. А PR-менеджер говорит, что кнопка должна быть оранжевой. А вы им говорите, а давайте-ка мы спросим у тех, кто является вашей потенциальной целевой аудиторией. И здесь в лучшем случае, ну и в хорошем варианте, да, некоммерческая организация говорит, ну конечно, давайте вот у нас там Михалыч или там Вероника Ивановна, вот, пожалуйста, уже здесь готовы. Это хороший вариант. Плохой вариант, когда вам говорят, что мы не знаем, кто такая целевая аудитория. Мы типа здесь для всех, да, с 14 до 98 лет, мужчина и женщина. Это сразу означает, что некоммерческая организация не понимает, для чего сайт. Но вы, как сайтостроитель, должны понимать. Да, вы должны сказать, ну а кто должен, чью боль сайт снимает, соответственно, для кого этот сайт. Может быть, вы знаете этих людей, давайте им покажем. И первое, это то, что вы не пытаетесь защищать сайт, а вы просто показываете и ждете, и ждете, и наблюдаете, что человек скажет. И это очень хороший залог того, что вы поймете, является ли сайт действительно достигающим своей цели, решающим задачу или нет. Соответственно, когда мы говорим по поводу технических решений, я бы здесь хотел, на самом деле, сделать некую паузу по поводу основных элементов сайта. Вам все понятно? Будем считать, что все. У нас есть варианты. Вы можете создать сайт на тильде. Это хороший, но немножко дорогой вариант. Вы можете создать также на редимаге. Это хорошие конструкторы, тильда и редимаг, они российские. Вот, хорошие инструменты. VIX – это сайт, к которому у меня, скажем так, есть проблемы, есть претензии. Прежде всего, из-за того, что мне кажется, что невозможно создать красивый сайт на VIX. Есть, но вот просто ни разу не видел. Хороший сайт на VIX. Вот хоть убейте. Видел много красивых сайтов на тильде, а на VIX ни одного. Можно там поставить Bittrex, можно просто сказать, что вам сайт не нужен, товарищи. Вам нужно достаточно паблика. Все, идите лесом. Тоже хороший вариант, только если вы сможете его отстоять. Но лично мы в Теплице здесь советуем нашу собственную разработку. Это конструктор Кандинский, который основывается на CMS WordPress. Я, наверное, расскажу пару слов о нем. Вот наш Василий Васильевич Кандинский. Великий русский художник, известный во всем мире. Очень интеллигентный человек. Это композиция номер 35. И, собственно, логотип на ее основе, собственно, вот самого проекта Кандинский. Кандинский – это сайт, который позволяет критически минимизировать время установки тогда, когда нет времени на сайт. То есть вам потребуются базовые требования, ну, какие-то скиллы по поводу установки сайта на WordPress. И, в принципе, этого будет уже достаточно, чтобы перейти, собственно, к редактированию. Его преимущество в том, что это действительно бесплатный сайт, что его хостинг дешевле, чем Кильда. Что он ставится реально за 30 минут. Все настройки из админки автономны. Если вы хотите поставить из-под тор-сети, можете его, в общем, в любом варианте поставить. Потенциал настроек не ограничен. Мы написали хорошую документацию и отзывчивый чат. И сделали его специально для некоммерческих организаций. И основной его принцип – это редактировать проще, чем писать. То есть многие разделы уже записаны. И, мало того, там есть три шаблона, которые, собственно, покрывают, наверное, 80% всех запросов некоммерческих организаций. Вот это первый шаблон – это организация «Линия цвета». Это придуманная организация, которая занимается, собственно, помощью людям с алкогольной зависимостью. То есть типичный сайт организации, как вы видите, здесь вот вначале есть все, о чем я вам говорил. Есть логотип, название, теглайн, то есть подпись, адрес, телефон и дублирующийся призыв к действию. Есть также фотография с лицом, чтобы увеличивать доверие. Есть призыв какой-то и подпись, про что же этот сайт. Нам больше не нужно. Поэтому здесь по ссылке вы можете перейти. Это сайт уже полностью работающий. «Мы с тобой» – это другой шаблон, второй шаблон, который, собственно, тоже основан на часто возникающем запросе создания локальных фондов, собирающих благотворительных, с уже встроенной системой сбора пожертвований. Активистский у нас есть проект, когда у вас там вырубают что-то, строят мусоросжигающий завод. У нас здесь есть такой экоактивистский градозащитный проект. Вот здесь Маша, и, в общем, она защищает парк, в котором она ходит гулять со своими детьми. Какие у нас здесь фичи? Ну, вот упор на конверсии. И прежде всего это, конечно же, мы бы достигли. Мы посчитали по сайту Кандинского. У нас конверсии, то есть это люди, которые совершают ожидаемое действие. Кандинского сейчас где-то на уровне от 30 до 50%. Это очень много. То есть каждый третий или каждый второй проходит по этой ссылке, что является нашей такой минимальной совершенно конверсией. Вот этого нашего читателя. Да, 30% у нас на сайте Кандинского. Кандинский позволяет вам сосредоточиться на коммуникации, то есть рассказать и ответить на все вопросы уже на главной странице. Прозрачность и близость к пользователю. То есть у нас здесь прописали согласно вот этим требованиям прозрачности все основные элементы, которые могут касаться. И вам нужно просто заполнить соответствующие разделы или спросить некоммерческую организацию. Мы знаем, что у многих организаций, как правило, всего лишь от 3 до 5 текущих проектов. И мы тоже описали какие-то примерные. Вам нужно будет пройтись, какие вам не нужны взять и удалить. А все остальные уже просто изменить, отредактировать. Встроенная система пожертвований – это на ЛИКе. И по умолчанию уже шаблон РЕВА – это самый новый, созданный в апреле 2017 года. Адаптивная верстка, то есть это все на всех мобильных доступно. И под капотом инструкция по установке выглядит таким образом. То есть там 7 шагов, вы заполняете их, и вот, пожалуйста, сайт готов. Уже по поисковой и СММ-оптимизации плагины ставятся по умолчанию. Вот редактируете вы в нативной системе WordPress, и сразу же увидите, как изменяются, собственно, параметры. У нас встроено обновление темы. Поэтому если вдруг какой-то ошибкой мы ее исправили, то вы просто нажимаете «Обновление темы», и там у вас уже автоматически все это исправляется. Ну и в Телеграме у нас удобный чатик, мы вам помогаем. Как правило, решаем практически все дела, ну вот кроме выходных, практически в тот же день. И документация на GitHub у нас документация всего это есть. И доступно это тоже, разумеется, в рамках открытого кода. Вы можете изменять. И по поводу того, как это установить, да, у нас есть, и как его отредактировать, Кандинского, у нас есть записанное видео. Вот, соответственно, вы его устанавливаете. Если вы никогда не устанавливали, то видео вам сильно поможет. Если вы устанавливали WordPress хотя бы раз, то вообще у вас не возникнет проблем. Дальше вы заливаете тексты и правите их. Вот, проходитесь, смотрите, как это выглядит. Вот, показываете их некоммерческой организации. И да, я считаю, что если вы берете на себя сайт, вы должны критически подходить к тексту. Потому что создать сайт, это не просто установить там какие-то стены, да, это значит еще, да, поставить двери и окна, вот, через которые у вас будут люди заходить. Вот, поэтому, ну, берите на себя чуть-чуть больше ответственности, вы в итоге будете, останетесь довольнее. Вот, что не говорите, что я вот только веб-дизайнер, да, говорите, что вот я отвечаю здесь в целом за ваш общий опыт, вот, вашего читателя. Дальше, если заливка изображений, да, проверяйте изображения, да, насколько они там неукрадены, хороши, вот. Но и очень часто вы можете вступить в конфликт, да, что у вас кто-то вам скажет, ну, как же так, это же нашего прошлого сайта, вот. Но если изображение плохое, вам нужно просто объяснить, да, что это будет бить прежде всего по самим организациям. Вот, старайтесь минимизировать контент. Если вам говорят, что вот у нас еще здесь будет библиотека ссылок, вот, и еще у нас здесь будет фотогалерея, сразу первый вопрос, зачем, да, какое это отношение будет иметь к основной задаче сайта, да, вот как это будет дополнять, это будет увеличивать вам конверсию того, что люди что-то сделали на вашем сайте, или нет. Да, потому что если ответ нет, это значит, что это будет просто мусор. Вот, вам не нужен мусор на сайте, вы квартиру убираете, убираете, да, вы же не этот, не, как его, в мертвых душах-то, вот, забыл. Ну, в общем, вы понимаете, да, который собирал много вещей, не мог с ними расстаться. Плюшкин, да, Вероника, спасибо большое. Вот, вы не хотите, чтобы сайт вашей организации был похож на Плюшкина, да, что вот там и еще кусочек текста, и еще какая-то ссылка на какой-то уже, которая никому не известна. Сейчас, мало того, узнали, что вообще отчеты, например, никто не читает, вот, и практически из всех отчетов, опубликованных на сайтах некоммерческих организаций, скачано только 10, вот, и шутка такая, да, что, наверное, все решения всех проблем на Земле как раз заключаются в тех отчетах, которые, собственно, никогда не были никем скачаны, да, вот, поэтому действительно, на самом деле, люди заходят на сайты очень быстро, и очень быстро с них уходят, вот, и это будет, этот тренд будет продолжаться. Людмила подсказывает, что политику обработки персональных данных нужно обязательно поставить. Да, это большое, Людмила, вам спасибо. Это действует в двух случаях, да, соответственно, сейчас, по крайней мере, то, что известно от Роскомнадзора, они будут всячески давить на то, что если вы используете аналитику, то вам нужно поставить такую всплывашку небольшую, да, что сайт собирает мета-данные и куки, вот, это действительно стоит сделать, но благо на WordPress уже такие штуки есть. Вот, а вторая вещь, это, которая появляется у вас, обязательство по установке, вот, галочки, да, что я соблюдаю персональные данные, возникает, если вы устанавливаете форму сбора контактных данных, да, и даже если вы просто собираете, там, имейлы и имена, это уже считается сбором персональных данных. Вот, поэтому, ну, это, на самом деле, заключается в том, что у вас просто, вам нужно три или, там, четыре документа, да, то есть даже не документы, просто странички. Первое – это политика по обработке персональных данных, это во всех местах, где вы собираете согласие, вот, и форма, соответственно, отказа от предоставления персональных данных. Вот, вот это вот все, ну, плюс там еще какие-то там бюрократические процедуры, которые нужно выполнить уже самой некоммерческой организацией, но это все выполнимо, да, здесь нет какого-то ужаса, да, здесь нет какого-то страха, ну, у нас, конечно, просто больше сайтов, но мы вот в таком очень спокойном режиме прошлым летом вот привели в соответствие со 152-м законом сайт, и, в общем, как-то не сильно на нас это повлияло, так что здесь не стоит идти на поводу какого-то ужаса перед законом, что, вот, мол, давайте вообще уберем все формы сбора информации, вообще, как бы, в соответствии вообще никаких проблем нет. Вот. Дальше. Минимизация контента, проверка с помощью дебаггера, да, то есть вот этого инструмента, насколько это хорошо выглядит, установка Google Search Console, аналитика, да, установка аналитики по возможности с тег-менеджером, вот, и проверка скорости с помощью Google Lighthouse. Дальше уже, соответственно, допиливание. Вот. И, ну, понятное дело, что ко всему этому я очень советую просто показать этот сайт, чтобы и вы поняли, что не так, и заказчики ваши, потому что очень часто, ну, вот, заказчики, они находятся в неком, в некой своей собственной вселенной, да, вот, наверное, они предполагают, что их сайт будет, там, выглядеть, да, там, как в мемах ожидания и реальность, да, то есть они думают, что это будет выглядеть как Airbnb или как Facebook, вот, а на самом деле там ни у кого, и в том числе у вас, ресурсов нет, чтобы его сделать даже, там, близко, да, и это накладывает просто на вас некое давление, что все-таки вам нужно просто принимать решение, да, что мы этого не будем ставить, и понятное дело, что вы не можете им там сами сказать, что вы дураки, я за вас сейчас все, в общем, поизменяю. Нет, это как раз вопрос обсуждения с ними, приведения своей точки зрения и аргументирования ее, да, самое страшное, что вы можете сделать, сказать действительно, что вы все вот глупцы, и я один вот понимаю, что нужно сделать. Нет, самые лучшие красивые победы достигаются вместе, вместе с некоммерческой организацией, когда они тоже от вас чему-то учатся, они принимают какие-то решения, потому что вы смогли их убедить, вот, и вы вместе доделываете этот сайт. Вот, это, наверное, самый вот из моей практики конструктивный подход. Он занимает время, и именно поэтому я вчера говорил, да, что вы можете просто сделать сайт, взяли, отгрузили, вот, и гуляете, да, вот, но это не будет тот сайт, которым вы будете гордиться, да, вот, а я говорю именно про такой сайт, который, вот, за который вы будете, там, переживать, да, за который вам будут, вот, как Диане, присылать открытки на Новый год, который можно посадить и получить из них цветок, да. Вот. Ну, и это, наверное, пока все, вот, по поводу, собственно, сайта. Я здесь специально не касался технических моментов, потому что, ну, не буду же я показывать, да, вот, как, там, создать сайт, да. Да, вот сейчас все, любые вопросы по установке, там, Тильды, Вордпресса, Викса и так далее, есть на видео, да, и эти видео значительно про и Кандинского, обращая внимание, эти видео короче, чем этот вебинар. Вот, они сейчас, там, за пять минут устанавливаются, за десять, да, там, вместе с управлением настройками, ну, это, вот, 30 минут, как у нас в Кандинском описано. Ну, соответственно, я готов выслушать ваши вопросы, пожелания и комментарии. И тишина. Ну, что же, даже не знаю. Даже не знаю. Так, Влад. Так, Влад. Ссылкой, опытом. Я вижу Александр Гусев в чате. Я думаю, Александр сделает больше сайтов некоммерческих организаций, чем здесь люди и присутствуют. Так, Елена спрашивает, есть ли видео, как править лейку на Кандинском? Нет, вот такого видео пока нет. Это, кстати, хороший вопрос, потому что это, наверное, тогда запрос к нашим коллегам из редакционного отдела. Елена, такое видео появится скоро. Я вам обещаю. Ну, я, наверное, понимаю, что неудобно в формате чата общаться. Мы-то с тобой говорим голосом, нам проще. А задать вопрос или прокомментировать, наверное, все-таки сложнее. Ну да, вот Елена пишет, что я, блондинка, в кавычках, с педобразованием поставил Кандинский сама за один день. Елена, вам спасибо. А пришлете ссылку? Сейчас она здесь. Ну что, Влад, если у нас нет сейчас какого-то отклика... Вероника, а пришлете нам ссылочку? Мы будем очень благодарны. Коллеги, даже если вы не хотите здесь ссылку, указать. Может, на мне на почту, правда, нам с коллегами интересно будет. О, я вижу, Елена прислала, спасибо. Вероника, спасибо. Спасибо вам большое. Ну что, наверное, тогда все. Влад, тебе слово. Завершающее слово. Я просто напомню о том, что мы с вами встретимся на следующей неделе. Ну что, наверное, тогда все. Влад, тебе слово. И даже вас вызвали активно включаться в решение задач на эти волонтеры. Там есть ряд задач по созданию сайтов. Я напоминаю, что у нас такой небольшой марафон. Прослушай пять вебинаров, реши задачу для НКО и получишь сертификат. Если вы согласны принять участие, ради интереса, ради того, чтобы просто начать сотрудничать с некоммерческой организацией, я вас активно поддерживаю, мотивирую, вдохновляю. Если есть вопросы, можете писать мне прямо на почту. Она у вас указана в письме, которое вы получили. Запись вебинара пришлю вам следом. Алексей, спасибо большое. Правда, очень классный марафончик. Давайте Владову, и мы постараемся на них ответить. Если какие-то вопросы, обязательно давайте Владову, и мы постараемся на них ответить. Да, спасибо. Все, тогда хорошего вечера. До свидания. На следующей неделе услышимся. Да, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok